Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале. Сегодня у нас необычный формат, формат интервью. Я решил пригласить человека. Люди, кто подписан на мой канал, знакомы с Дмитрием Черемушкиным. Один из немногих людей, за кем я слежу, мнение, кого я лично слушаю. Один из моих партнеров, Дима, я не знаю, знаешь ты или нет, проходил даже обучение у тебя, Никита. Соответственно, вопросы, связанные с трейдингом, с техническим анализом, используем твои знания в нашей повседневной деятельности. Поэтому Дмитрия профессиональное сообщество знает больше, наверное, как человек, который занимается трейдингом. Вижу, что больше сходится к вопросам инвестиционной деятельности. И то, о чем хотелось поговорить, то, что сейчас достаточно актуально, о чем лично я говорю, что сейчас очень много факторов неопределенности, очень много геополитики внутри России, очень много ожиданий, что наступит мировая рецессия, будет, что называется, прямо Армагеддон, и уровень долга глобального, и то, что происходит с экономикой, и то, что разрываются логистические цепочки, и то, что мы видим сейчас образование различных так называемых экономических зон, то есть мир начинает рваться просто как такое лоскутное одеяло. И один очень простой вопрос, о котором хотелось бы поговорить сегодня, это как инвестору попасть в зону комфорта. Дим, пожалуйста, тебе слово. Что ты думаешь? Какие у тебя мысли по этому поводу? То есть, что нужно делать сейчас людям, чтобы находиться в зоне комфорта? Какие у тебя по этому поводу мысли? Ну, наверное, умереть, и тогда будет самая зона комфорта максимальная. Тем более, все равно. Но сложно, наш вопрос очень такой непростой, и в зоне комфорта, тебе, наверное, полностью, полностью находиться очень сложно, если ты, конечно, не принимаешь какие-то таблетки. Вот, если ты осознан, да, то есть, ты видишь постоянно новостную ленту, волей-неволей, я вот стараюсь политически ленты вообще не читать, но открываешь РБК, открываешь там Прайм, да, который чисто должен по финансам писать, а там сплошное, да, что-то у кого-то отобрали, кого-то посадили, кого-то взорвали, и так далее, и так далее. И вот в таком состоянии ты должен, как бы, продолжать инвестировать, и еще спокойно. Но есть несколько, давай скажем так, есть несколько способов, по крайней мере, чтобы не сойти с ума, я их использую для себя лично, а помогут они, помогут зрителям, надеюсь, тоже помогут в какой-то части. И начнем с первого способа, это таблетки. Да, да, самые простые, успокоительные, не знаю, шалфей, ну и подобное. То есть, то, что успокаивает, это первый, да, этап. Первый этап, это нужно прийти немножко в форму. И, к сожалению, мне, по крайней мере, такое что-то успокоительное. Ну, то, что в аптеках продается абсолютно легально, я там... И алкоголь не надо, это сразу, наоборот, только ухудшает ситуацию, там, сигареты и так далее. То есть, наоборот, разрушает. То есть, нужно как-нибудь попить, да, какие-то отварчики, чтобы успокоить нервную систему. Второе уже после этого. Ты немножко успокаиваешься, и ты мозги включаешь. И как только ты мозги включаешь, ты понимаешь, что уже не так все плохо. Потому что, когда ты пьешь отварчики, да, там, не знаю, чего там, чего там отварчики, я уже не помню, чего я пил, но ты как бы нормально становишься. И ты такой думаешь, окей, все вроде полегче. Теперь, что нужно сделать? Главное, когда мы инвестируем, это наши с вами деньги. А что такое деньги? Деньги – это энергия. То есть, мы с вами работаем, да, там, кто-то с утра до ночи, я, например, да, работаю тоже много. Я зарабатываю какие-то деньги, это я свое время, свою жизнь меняю на бумажки. На бумажки меняю, фактически. Да, и это вот забавная ситуация, мы фактически рабы, на самом деле, не осознавая этого. Ну, просто такая современная форма рабства. И мы меняем на эти бумажки, чтобы выкупить потом в будущем себя из рабства этого. Да, то есть, чтобы уже не работать, не кого-то получается. Чтобы выкупить себя из рабства, нам приходится очень много работать, и эти деньги куда-то надо инвестировать, потому что просто копить кэш, он у тебя пропадает. И куда инвестируйте? И ты начинаешь сразу бояться, откуда инвестировать. И первое, да, что я понял, нужно инвестировать таким образом, чтобы за это деньги, ну, по крайней мере, не сильно бояться. А чтобы не сильно бояться, нужно, я, по крайней мере, для себя делаю это диверсификацию. То есть, у меня есть рискованные активы, у меня есть нерискованные активы, да, у меня есть будет девальвация, у меня одни активы вырастут. Будет не будет девальвация, значит, другие активы будут себя хорошо чувствовать. То есть, я постарался, часть активов инвестируется в Россию, часть инвестируется глобально. То есть, я постарался сделать так, чтобы, если случится какое-то одно событие, и оно сотрет часть моего портфеля, другая часть будет себя прекрасно чувствовать. Да, и наоборот, если там случится, и так далее. Какова доля? Есть классическая история, что консервативных инструментов должно быть столько, сколько лет. В условиях нестабильности, соответственно, можно увеличить эту долю до 10%. Например, если мне 40 лет, сейчас 41, у меня консервативных инструментов должно быть 41%. Если я смотрю на макроэкономические показатели и понимаю, что экономика находится мировая сейчас в фазе охлаждения, может быть, переход в фазу экономического нокдауна, в этом случае я на 10% просто увеличиваю долю консервативных инструментов. И тогда для меня эта доля должна сейчас составлять порядка 51-55%. У тебя как диверсификация по консервативным и агрессивным инструментам проходит, и второй момент – страновая диверсификация, то есть среди каких стран диверсифицируешь и, может быть, в какой процентном соотношении. Смотри, это то, что назвал такое классическое разделение, в зависимости от возраста, доля рискованных активов. Оно создано для того, чтобы инвесторы, которые не особо погружены в процесс инвестирования и в его науку, просто не напрягались и следовали простой политике. 41 год, значит 41. И это, на самом деле, вполне неплохой вариант для людей, которые не инвестируют профессионально. Я инвестирую профессионально, то есть я отбираю активы, и я не следую этой политике. Я следую другой политике. Я следую политике инвестировать в то, что может держать удар. Мы ждем, допустим, сейчас рецессию. Думаешь, я продал хоть одну акцию американскую? Нет. То есть у меня как были условно американские акции, так и есть. Как были российские акции, так и есть. Они остаются. Почему они остаются? Потому что есть противовес. Да, противовес, как вот, ты говоришь, процент какой-то. Противовес других активов. Ну, смотри, рецессия. Значит, что компания меньше зарабатывает, значит, меньше дивидендов будет платить. Да, да, скорее всего. То есть денежный поток у меня с акций упадет. Что при этом произойдет с другими частями портфеля? Например, у меня есть недвижимость. То есть недвижимость у меня, скорее всего, так и продолжит генерировать денежный поток, потому что недвижимость в тех отраслях и в тех областях, где они рецессионно-устойчивые. То есть и там длинные контракты, и там просто к ней не вышли. И там люди до последнего платят аренду, там и жилье, и там складские помещения, ну, до последнего, там, долгосрочные контракты. То есть я строю таким образом, что если наступает прямо, ну, рецессия, ну, какая рецессия, мы же не говорим, что мир развалится на куски. Давай вспоминаем 2008 год. Она, наверное, самая худшая рецессия, там, за десятилетие я была. Ну, если ты посмотришь, там, в целом, если мы берем хорошие компании, они продолжали платить дивиденды. Ну, словно, даже Кока-Кола, Макдональдс, они даже не срезали эти дивиденды и продолжали платить. А недвижимость хорошая, она приносила доход. Поэтому я стараюсь диверситировать таким образом. Есть золото, это прямо такой, знаешь, резерв из резервов прямо, хотя он тоже может падать в цене. Резерв из резервов, которые на случай, опять же, тут, знаешь, какой момент, когда у тебя глобальный портфель, ты немножко по-другому относишься ко всему. Когда у тебя только российский портфель, это такое более концентрированное, и там легче ему управлять. Вот в России у меня портфель золота, облигации, акции, недвижимость. Все просто. Недвижимость 50%, золото 10%, там акции 30% и 10% облигаций. Все, ну, если совсем упрощать. Просто еще нетиповой персонаж инвестиционный, да, то есть у меня российский отдельный портфель, портфель Гонконга, портфель Америки, портфель Британии, да, портфель там сингапурских акций, там ОАЭ какие-то, да, инвестиции. То есть на меня вообще не надо смотреть, я на себя смотрю, думаю, я какой-то фрик. То есть инвестиционный фрик. То есть я бы задал вопрос, сколько инвестиционных инструментов, потому что когда их больше 20, а если профессионально, то ты должен смотреть за всеми финансовыми показателями, то есть больше 20 по себе знаю, то есть следить и держать руку на посте достаточно сложно приходится, или здесь все-таки какие-то индексные тогда применяются инструменты, или прямо вот выборочные, у тебя есть экспертиза оценки компаний по каждому, по каждой стране, по каждому классу активов. Каждая компания, каждый актив, который есть в портфеле, за ним я слежу. В той или иной степени интенсивности. Некоторые, например, фонды недвижимости, там раз в полгода можно отчетик пройтись, там 15 минут понять, все хорошо или нет. А некоторые, например, компании, американцы, которые ежеквартально отчетятся, если российские компании, там мы смотрим ежеквартально. То есть, понимаешь, это моя профессия, да, и слава богу она сочетается, да, с моими инвестициями. Я могу тратить на это время, потому что это время оплачивается, а обычный человек не может этого позволить себе. Поэтому, конечно, ему нужно в этом случае индексную взять стратегию, если он хочет много. Либо, как ты сказал, сконцентрироваться, да, там, пускай на десяточке даже. 10-15 акций максимум. Ему не надо такую диверсификацию делать, это априори не нужно. Поэтому, говорю, самый простой портфель, вот я сейчас делаю реально в России, некий модельный портфель, вот прям модельный портфель, где я вот прям пытаюсь близко к науке идти. Как бы я был, что бы я делал, какой портфель собирал, если у меня не было бы столько времени, как, допустим, у меня есть сейчас. И вот я собру, вот как бы у меня идеальный портфель, я хочу собрать годика через два уже финально. Это будет что? Это будет где-то, наверное, процентов 40-50 акций. И это будет, условно, там, 10-12 акций всего лишь. То есть это будет достаточно плотненький такой портфель. Про Россию говорим. Да, про Россию, да. Ну, у нас в основном смотрят Россию, сейчас все обожглись там через Финнекс и прочее. Боятся всего. И мы про это поговорим, как не бояться этого. Я думаю, там такой может быть момент. То есть 10 акций, 10 облигаций, золото. А, ну и там еще 5 у нас фондов недвижимости не так много через фонды. Конечно, у нас есть торгуются Gildi Gold там Tomorrow, Gildi Rook Tomorrow и так далее. Ну, можно через фонды, там, ВТБ делает такие, Сбербанк, там, сейчас все уже эти фонды наделали по золотой. То есть это самый простой такой способ, да, собрать. И вот еще один важный момент. Смотри, у меня это все бумажная недвижимость. Ну, там, 40% акций, да, 30% облигаций, да, и там 30% золота. А, ну, сейчас у меня, сори. У меня просто недвижимость вообще в отдельном портфеле, поэтому я туда его не включаю. Ну, где-то плюс-минус вот такие можно, да, треть, 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 там, где-то раскидать. Я не думаю, что сильно большая разница будет. Но, но, я думаю, когда у меня бумажный портфель, я бы хотел бы все-таки иметь еще реальный актив. Да, так же золото. Я, возможно, бы купил монеты золотые на случай прямо апокалипсиса. Он может наступить, как мы видим, ситуации всякие случаются. И купил бы чуть попозже, не прямо сейчас, недвижимость бы. Вот реальный прямо объект недвижимости. Не знаю, в Москве живешь, потому что в Москве есть, а ты в Питере живешь, то в Питере. Где-нибудь недалеко от твоего дома. Прямо реальный объект. Потому что, смотря на все, что происходит в мире, мы видим, как девальвируются валюты, да, как происходят там, ну, ужасные события политические, геополитические, да. А реальный актив, он все-таки останется. То есть, биржи могут закрыть. Вот в апреле прошлого года биржу закрыли. А вдруг вы ее не открыли? В 17-м году, когда мы с Назаром недавно общались, это хорошо такая вырезка, 1917 год идет. Если почитаешь газеты, что писали в тот период, там был бум биржевой. Биржевой бум, все скупали акции, потому что рубль девальвировался на тот момент, да, там из-за Первой мировой войны. То есть, народ не хотел с рублем ничего иметь, потому что правительство предпечатало много денег, да, чтобы финансировать там оборону. И произошло то, что люди перестали доверять рублю, они стали покупать что? Недвижимость, какие-то ценности, золото и акции. То есть, в Петербурге были торги акциями, и они скупали эти акции, все деньги. Даже, знаешь, там был такой прикол, что компании уже не оперировали, то есть, они были там в моменте, бомбардный замок на нем висел, но акции вот торговались и их покупали. Ну, то есть, и потом откроется там, денег заработает. И люди рассчитывались уже не рублями, а акциями между собой. То есть, за некоторые товары просили акции. Вот, это очень важный момент, потому что, на самом деле, история не является повторением от некоторых элементов, то есть, мы повторяем в той или иной виде. И вот я вижу, что действительно акции – это хорошая вещь, их нужно держать, потому что в случае, если девальвация жесткая, в акции они сохранятся. Но реальные активы, потому что в 1917 или 1918 году закрыли все-таки биржу петербургскую, и все те, кто покупал акции, обнулились. Дим, ну, я могу там встречно тогда задать вопрос. Если реальные активы мы здесь подводим под недвижимость и возвращаемся в 1917 год, люди, которые владели недвижимостью, они, в принципе, и недвижимостью тогда лишились. Ну, по сути, да? То есть, пример можно привести там собачье сердце, да? Мы вам профессор, и вот по какому поводу, да? То есть, уплотнение. И мы тоже это наблюдали. Будет ли это спасением? И в данном случае, что подразумевается под реальным активом? Недвижимость… Золото. Золото, понятно. Понятно, недвижимость – это как жилая квартира. То есть, вот жить, в которой жить, то есть, это не то, что будет приносить доход, это не какая-то сельскохозяйственная земля, не какой-то участок, на котором можно там иметь запас семян на то, чтобы там, по крайней мере, прокормить свою семью. А это вот именно там… Ну, смотри. Молны бетонные с подведенными коммуникациями, чтобы было окрышено на головы. Нет, смотри, тут можно разные вариации делать. Например, моя мама говорит, нужна дача. То есть, на даче и можно картошку засадить, там, лучок и прокормишься, да, сынулия, там, в случае смутные времена, если будут. И она поэтому в свое время, еще лет там, 7 назад, ей чуть-чуть помог, она купила этот дом в Калужской области. И она сейчас прямо довольная, говорит, вот видишь, вот видишь, беспилотники летают, а я здесь, скажем, на дачке мне хорошо, да, то есть, картошечку купить и нормально. И это тоже вариант, вот я сейчас смотрю, там, другой канал, там, на пенсию 35. Там он тоже себе прикупил где-то в Белоруссии землю, дом и такой сидит, и довольный, понимаешь? Слушай, я тоже не в стране, я тоже присебел, причем я прикупил, я 1100 гектаров прикупил, землей сельскохозяйственной. Главное, что большевики не забрали все это под пассивные. То есть, ты думаешь, что большевики придут? Я не думаю, что большевики придут. Видишь, мы историю просто смотрим, да, и мы как бы калькой накладываем, а что может быть дальше, да? Я думаю, что это вариант практически нулевой, что придут большевики, но, знаешь, как хвост такой вариации, да? Вот поэтому, да, что мы берем самые нереальные события, которые могут случиться. То есть, мы с вами имеем акции, супер, да, это при девальвации, если биржа будет открыта, они будут прекрасно себя чувствовать, плюс золото даже ненастоящее, да, вот это бумажное, оно тоже себя будет прекрасно чувствовать. Недвижимость реальная. Если биржу закрывают, да, у тебя есть реальная недвижимость, ну, пускай это будет квартира, да, которую ты как-то сдаешь, пускай какой-то капитал, какая-то часть денег тебе идет, и ты что-то получаешь. Может быть, недвижимость загородная, да, ты можешь туда уехать, свою квартиру сдать, да, в городе, да, для рабочих, там, крестьян, да, если мы говорим про большевиков, а сам на земле, как бы, да, копать, там, картошечку, и какие-то денежки с этого будет капать. Мы сейчас прямо, говорю, чтобы успокоиться, мы должны в самый плохой сценарий, и, ну, понять, понимаешь, то есть, рассчитывать на самое плохое, подготовиться и успокоиться. И вот я как раз к этому подвожу, то есть, ты вот все подготовление сделаешь, и второй момент, конечно же, не каждый может, но у кого чуть побольше капитал, можно инвестировать глобально. Мы сейчас еще поговорим, какие там риски существуют, конечно же, то есть, часть денег, конечно же, хорошо разместить в глобальной, возможно, в хорошие акции, в недвижимость зарубежная, в том числе, которая может генерировать денежный поток нормальный. И вот тогда тебе спокойнее стоит. Условно, даже большевики приходят, да, у тебя есть там половина денег по глобальным акциям, по глобальной недвижимости, и тебе нормально в целом, да, то есть, опять же, это самый плохой сценарий мы говорим. Почему мы проговорим плохой сценарий? Потому что ты знаешь, что если даже вот это случится, ты там выживешь, и твои активы, какая-то часть, сохранится. Но это крайний сценарий. Поэтому мы берем какой-нибудь средний сценарий плохости, то, скорее всего, вообще париться не надо. То есть ты приготовление сделал, все, расслабься. Вот я сделал такие приготовления, я делал такие приготовления последние годы и последний год, и в какой-то момент я понял, что все, все разложено, более-менее теперь можно спокойно продолжать откладывать, вкладывать, уже не напрягаться. Так, с этим понятно. Если сделать краткое резюме, сейчас первое, пейте успокоительное, второе, посмотрите, или, может быть, даже прочитайте книжку Дейла Корнеги, «Как перестать беспокоиться и начать жить». Представьте себе там самый апокалиптический сценарий, и как вы к нему готовы разработать о себе план Б. И в данном случае планом Б является больше склонность к реальным активам, к которым относится золото. Золото, может быть, в физическом плане, золото, может быть, в бумажном плане. Недвижимость, опять же, недвижимость, она может быть как жилая недвижимость в каком-то крупном центре федеральном, типа Москвы и Петербурга. Может быть, какая-то сельскохозяйственная земля, там, дачный участок, на котором можно что-то вырасти. Отлично. Давай тогда следующий вопрос у меня будет. Вот как сделать, чтобы инвестирование приносило удовольствие, а не отнимало силы, нервы и время? И здесь мне бы все-таки хотелось твой взгляд, твое мнение услышать по поводу того, что ты занимаешься профессионально, но опять-таки есть люди, которые на тебя смотрят, есть людей, которых ты обучаешь, но есть все-таки люди, которые не готовы выделять там все время, потому что у тебя ситуация уникальная. То есть, с одной стороны, ты уделяешь большое время ценным бумагам и оценке активов, но это твоя профессиональная деятельность, то есть ты за это деньги, что называется, получаешь. Но есть люди, которые создают прибавочную стоимость абсолютно в других местах, они получают деньги в качестве заработной платы. И вот что им нужно сделать для того, чтобы, а, понимать, что нужно все-таки делать инвестиции, и, б, чтобы вот эта деятельность, она все-таки доставляла удовольствие, а не кучу стресса, чтобы не нужно было принимать нам успокоительные. А план B у нас будет подготовлен. Да, хороший вопрос. Опять же, я так опираюсь на опыт своих родителей, наверное, там, десятилетних, и в целом скажу, что они к пенсии подошли очень неплохо. То есть они не живут на пенсию, при этом и от меня они не требуют каких-то денег, и денег у них хватает. И это, ну, как бы, плод десятилетнего, последних, там, 20 лет, у нас развал Советского Союза, постепенного инвестирования, спокойного, такой, без нервов, на самом деле, было инвестирование. И оно заключается, наверное, сейчас, если модернизировать, потому что мы знаем сейчас больше, у нас есть там торговые терминалы, сотовые телефоны с приложениями, что бы сейчас я бы сделал? Вот я просто представляю себя на месте их, то есть, не знаю, работаю где-то в магазине, пятерочка, и вот я не в курсе вообще, да, что там с акциями происходит, там, геополитика и так далее, как мне не напрягаться. Первое, что нужно сделать, это, наверное, просто не читать новости, вот прямо тупо не читать новости. И как бы это в разрез идет, да, с грамотным инвестируем, потому что ты должен понимать, во что ты инвестируешь, но здесь мы попытаемся упростить все до максимума, потому что я думаю, результат будет не сильно далек от меня, который читает эти новости. Значит, я бы разделил бы, опять же, эти инвестиции на несколько корзинок для безопасности и для спокойствия. Первое, это, опять же, реальный актив. То есть, я бы взял бы первые денежки свои бы, проинвестировал бы первоначальный взнос в какую-нибудь недвижимость, хорошую ликвидную недвижимость. Это первое. Именно через ипотеку, да, потому что мы считаем, что у нас все-таки люди не миллионеры, да, здесь сидят, это долларовые, которые там легко. И недвижечек купил, и акции купил, портфель, и за рубежом недвижечку, и по глобальному проинвестировал, и все хорошо, да, они сюда не ходят, скорее всего. Ну, кто-то ходит, конечно, но в меньшей степени. Я представляю, что я зарабатываю какие-то суммы, там, по 50 тысяч, по 100 тысяч могу откладывать максимум, да, то есть мы берем такой среднестатистического человека. Значит, первое, прямо четко вот я со своей высоты 17-летнего работаю на финансовых рынках, первое, что я бы сделал, я купил, это мой подход, вот, еще раз, много будет спорщиков, кто, я не прав, и так далее, у каждого свой путь в этом мире. Я бы купил реально недвижимость. Вот, накопил бы там 300, 400, 500 тысяч рублей первоначального взноса, и купил бы в ипотеку. Это не очень хорошая инвестиция, сразу скажу, да, это не очень, потому что она отнимает у тебя, ипотека надо платить, да, но она покрывается частично от того, что ты заселяешь до человека, его немножко эту ипотеку гасит за тебя. То есть в моменте у тебя отдача очень маленькая идет. А самому где жить в это время? Не, ну, представь, что ты где-то живешь. А, окей. Ты где-то, да, тут видишь, там, кристарты условий у всех разные, да, у кого-то уже есть, тот у мамы живет, знаешь, и ему не надо нигде жить. То есть вот он ждет, пока мама там идет на небеса, и эта квартира ему останется. Таких половину, наверное. Вот, и так, ну, просто можно условия менять, там, усложнять, уменьшать, то есть как в игре, знаешь, как ты начнешь. Вот представь, что ты где-то живешь, условно, ты обеспечился чем-то, там, у жены живешь, у брата, у свата и так далее. Или снимаешь, даже снимаешь квартиру. Первое, я бы купил недвижимость, и те денежные платежи, которые ты должен банку каждый месяц отправлять по ипотеке, они бы покрывались частично, по крайней мере, сейчас в России. К сожалению, полностью покрыть невозможно. Только в редких случаях покрывались бы жильцом. Вот, жилец, все, платит ипотеку за тебя. Следующее, да, частично начал бы инвестировать в акции, то есть и собирать акции по какому принципу? Просто хорошие голубые фишки. Плевать там. Если ты не хочешь разбираться в этом, просто берешь там 10-12 самых топовых компаний по капитализации российских и покупаешь их. Мы говорим сейчас про Россию, да, в основном же? Мы говорим про Россию, и в данном случае, просто чтобы так вот сгусток резюмировать, то есть все равно это не столько индексное инвестирование, сколько это отдельно взятые бумаги раз, и критерий бумаг, которые нужно брать, это сегментация по капитализации. Да, да, ну просто это мы уже упрощаем, да, процесс. Наши задачи здесь не обогнать индексы. Берешь и в такой же структуре делаешь себе портфель. Хороший момент, ты правильно сказал. Индексом ВВТ топ-10 прямо, ребята, можете сейчас открыть, вот прямо в такой же порядке себе это купить. Можно даже ровно пропорционально, по 10% на каждую молоку, да, что там висание, как с индексом не вешать, просто идея по 10% каждую, все. И ты просто этот портфель пополняешь. Туда можно чуть пополняешь, если захочешь поучиться, немножко умнее стать, туда можно облигашечки добавить, туда можно вот этого золотишку, вот этого добавить бумажного. Как я сказал, туда можно пиф недвижимости добавить еще чуть-чуть. Ну, правда, у тебя там недвижимость есть, но тут дургая недвижимость. Тут в основном сейчас пифа недвижимость у нас, это коммерческая недвижимость. Это склады, это ритейл какой-то, это еще какие-то варианты, там они делают офисная недвижимость. То есть можно, но это нужно, знаешь, думать. Во-вторых, там все-таки ограниченная ликвидность. Купить ты купишь, продать, там проблемы с продажами обычно. Вторичный рынок обещает, конечно, фонды, так как формируют их в форме закрытых, то выйти оттуда достаточно тяжело из-за пифов, ликвидности маловато. Я выхожу нормально, то есть там на миллион рублей может туда-сюда легко гонять все это дело. Ну, в зависимости от фонда. Но опять же, это видишь, это мы усложняем концепцию. То есть этот человек через какое-то время, то есть он начал, да, через какое-то время говорит, ну, давай-ка чуть-чуть поразбираюсь, это все-таки мои деньги, да, то это надо о них заботиться. И он там начинает смотреть тебя, да, смотреть меня, да, что-то я рассказываю, придет там на вебинарчик, то есть он уже тоже информация постепенно начинает улучшать. Но я говорю, это докручивать в будущем нужно. То есть, и так, давай вот эти два момента, значит, недвижимость реальная, блин, реальная недвижимость, которая платит за арендатор. Второе, в акции топовых российских компаний, два. Что еще можно сделать, чтобы не беспокоиться и чтобы не напрягаться? Да что, ну, я вижу, усложнил немножко там золотишком с там облигашками и так далее. Можно, и немножечко депозитика, немножечко так, щепоточку депозитика, чтобы ликвидность всегда была, на всякий случай. А какой случай? Да, там рынок упал, можно чуть-чуть из депозитика достать денег, подкупить акции по хорошей цене. То есть, какую-то часть кэша я выдержал. То есть, я бы разделил так, 50%, допустим, реальная недвижимость. Поверь, это очень успокаивает. Смотри, когда кризис у нас был в 22-м году, когда у нас кризисы случаются, ты смотришь на недвижимость, да, она там же стоит. Рынок минус 50, у тебя сердечный приступ, ты был в прединфарктном состоянии, вот, а недвижимость и все окей. Моя мама, дай бог здоровья, еще проживет долго, 74 года. Она всю свою жизнь инвестировала в недвижимость. И она не парилась по поводу этого. Если бы она инвестировала в рынок акций все свое, она бы уже с инфарктом несколько раз после главы. Понимаешь, 2008 год, 2014 год, 2020 год, 2020 год. Четыре инфаркта было бы уже. Почему 4? Потому что эта женщина более эмоциональна, она всю свою жизнь работает, вкалывает по 12 часов, и те деньги, которые она скапливала, она относила бы в недвижимость. Если она относила бы в Газпром, ты бил там вот эту туда-туда-сюда, вот эта кардиограмма, понимаешь, была бы у нее такая. Поэтому и нужно нам частично более рисковые, но интересные активы, и частично консервативные активы. И чуть-чуть щепоточку депозитика на всякий случай, на случай с тобой вставочек случится, надо за операцию заплатить, рынок акций упал, можно подкупить, рынок недвижимости подупал, или появился суперобъект, кто-то предлагаете купить, первоначальный взнос нам дать. И можно пропорционально каждый месяц частично гасить ипотеку, то есть докидывать туда на гашение, частично дальше в акции. Ипотека акций, ипотека акций. И муа! А какая роль в этом случае ребалансировки? То есть делаете ли в таком случае ребалансировку? Потому что, ну, по крайней мере, я это точно делаю, потому что, когда получается, рынок акций упал на 50%, психологически, ну, то есть я сам проходил эти истории, когда у нас открывался филиал в Воронеже, тройкий диалог, я был там, замруководителем. Я встречался, приходил к людям, говорю, давайте АГАКС, Сбербанк, я купил по 15 рублей, потому что у него балансовая стоимость 37 рублей на акцию приходится. То есть если просто вырастет обратно хотя бы к 37, вы там больше 100% заработаете. Человек говорит, а ты даешь гарантию, что он не упадет до 5? Я говорю, нет, не даю. Но при этом получается, что, ну, лично для себя я принял такую историю, что история с ребалансировкой портфеля, когда ты определяешь веса, сколько у тебя должно быть золота, сколько у тебя должно быть акций, сколько у тебя должно быть облигаций, с недвижимостью, наверное, посложнее, потому что нельзя часть оставшейся или выросшей недвижимости продать и перекинуть это в упавшие на 50% акции. Ну, то есть нужно ли делать ребалансировку в твоем понимании в этом случае, потому что для меня ребалансировка это очень понятный и доступный механизм, который вне зависимости от твоих эмоций, если у тебя акции упали на 50%, а их доля в портфеле была 50%, а условно облигаций было тоже 50%, и они остались на месте, то у тебя при падении акций на 50% нужно делать ребалансировку, потому что у тебя сейчас веса нарушились, потому что у тебя облигаций стало 75% в портфеле, акций стало 25%. Ты должен облигации продать, акции купить, вне зависимости от того, что ты думаешь по этому поводу, то есть нужно ли это делать. Это вот история, где на рынке зарабатывать очень просто, покупай дешево, продавай дорого, но почему-то никому это не получается сделать. Для меня в эмоциональном плане есть такая работающая система, связанная с ребалансировкой, которую я лично делаю ежеквартально, кто-то говорит, это нужно делать ежемесячно, кто-то говорит, это нужно делать раз в год, применяешь и считаешь, ли ты нужно применять эту ребалансировку, чтобы на автомате, вне зависимости от твоего эмоционального фона, эмоционального состояния, осуществлять вот эти вот сделки, продавать то, что стоит дорого, и покупать то, что стоит дешево. И как часто? Ты говоришь очень правильные научные вещи, которые нужно применять. Давай так скажем. Ну, это не научные вещи, я говорю, ну, мы с тобой практики, да, то есть я говорю то, что я не буду лично в портфеле. Не, 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 все правильно, ты, я говорю, ты правильно говоришь, и по науке так надо делать, и на практике это надо делать. Все заключается в том, что мы же берем с человека, который в пятерочке на кассе сидит. Какая ребалансировка у него? Он, понимаешь, получил зарплату, закинул часть этой зарплаты сразу там в акции, и все. Давай скажу так, давай разложим на кусочки, и, ну, понятнее будет и тебе, думаю, и нашим слушателям, и зрителям. Смотри, с недвижимостью ребалансировку ты не сделаешь в моменте. Если у тебя акции грохнулись, да, и у тебя одна квартира в ипотеке, там ее не разделишь на кусок, как бы, и туда не закинешь. С недвижимостью ты должен делать ребалансировки, но гораздо реже, и ты, скорее, ребалансировка здесь, ты продаешь старую какую-то недвижимость и покупаешь на новую. Часто такое бывает, что даже доплат не надо делать. В России, не знаю, сейчас, возможно, нет, но раньше я знаю, что точно можно было. Прямо реально можно было. Кто-то кому-то нравится в хрущевках жить, они готовы покупать полиционную стройку. Следующий момент, то есть недвижимость надо обновлять, ну, там, раз в 10 лет, это условно говоря. Следующее, что касается акций. А когда акции рухнули, действительно, и здесь очень важный момент, действительно, есть портфель облигаций еще, как мы сказали, но ты видишь, человек должен, как бы, в облигациях еще разбираться, или, как минимум, даже до пифа облигационного добраться, да, чтобы там корзина уже какая-то была сформирована, но он сидит на пятерочке на кассе, он, облигация, это дюрация, это, понимаешь, в зависимости цены облигаций от ставки и рефинансирования, там, ключевой ставки в данном случае. То есть он, блин, какая ключевая ставка, какая там дюрация, ты о чем, дорогой мой, да, то есть он в акции тупо покупает Газпром со Сбербанком, с Лукойлом, ну, потому что он Сбербанк ходит, Газпром платит счета, а в Лукойлом заправляет свою машину. Он понимает бизнесы, как они работают. И в этом случае, если у него портфеля облигаций нету, нечего ребалансировать, понимаешь, единственное, что он может сделать, это он тупо перенаправит свой поток на какой-то период своего времени, да, вместо того, чтобы гасить ипотеку, он начинает все эти деньги и кидать в акции. Вот я сейчас так делал, я в феврале начал, просто у меня тоже ипотека есть, на 30 лет, дом, и я начал вместо того, чтобы ипотеку гасить, я на все деньги, все деньги, которые зарабатывал, свободный кэшфлог, который оставался, я полностью скупал акции. Демнадцать, ты не будешь платить ипотеку, у тебя... Проценты я плачу, я не гасил его. Досрочно не погашает. Тело, да, да, тело не докосил. Вот, и в этом случае, ты можешь что-то же самое, у тебя железо там живет, ты его деньги, как бы и проценты, возможно, там, частично он покрывает, и остальное ты докидал, то есть ты все деньги, весь денежный поток отправляешь на покупку, скупку акций в этот момент. Ты не гасишь ипотеку, только акции отрастут, да, опять, ты бамс, ну, можешь даже продать чуть-чуть акции, да, и загасить ипотеку опять частью профита от этого. То есть такая, но как бы мы ставишь там бы к чему ведем, потому что грамотный, хороший инвестор, все-таки лучше образованный инвестор, да, и хоть чуть-чуть бы следящий, да, или понимающий, что такое облигация, как она работает, и как с ней взаимодействовать. Но, к сожалению, ну, очень мало людей, ну, реально пойдут на это. Поэтому я застал, знаешь, такой портфель для рабочего человека. Я, может быть, не совсем правильно донес свою мысль, то есть я к тому, что если мы говорим, что у человека есть облигации, это не конкретно портфель облигаций с дюрацией, с оценкой рисков, с оценкой кредитного качества эмитента, заплатит он, не заплатит, нет, я говорю про то, что условно мы берем, там, человек в 30 лет начинает инвестировать, да, там, у него условно 50 тысяч рублей, из которых он там 30-35 тысяч вкладывает в акции, 15-20 тысяч вкладывает в облигации и не покупая конкретно взятую облигацию, а, допустим, покупая индексный фонд BPF облигации, да, где уже есть портфель, и это пусть уже там управляющие думают, там, с минимальными транзакционными издержками купить фонд на облигации, и здесь у тебя есть веса, и ты эти веса просто приводишь в норму. Потому что для меня вот это вот на первых порах было большой сложностью определить, а где кризис закончился, да, и где нужно продавать, то есть это в твоем понимании это нужно все-таки смотреть, какой-то показатель цена прибыли, цена балансовая стоимость, форвардный ПИ, дивидендная доходность, то есть на какой критерий ты будешь смотреть, чтобы вот сказать, пора провести ребалансировку, то есть вот недвижимость там дальше будет падать, надо и в нее перестать погашать ипотеку досрочно, да, лучше там увеличивать акции. Критерии, это какой-то тайминг, ну, то есть четко определенное время, там, каждый квартал я это делаю, каждый год я это делаю, или ты вообще это не смотришь, да, потому что профессионально занимаешься инвестициями, потому что мне хотелось бы вот на основе твоего опыта постоянного погружения в рынок, дать такую ценность людям, которые, ну, не могут они действительно себе этого позволить, но при этом они понимают, что да, нужно вкладывать, да, нужно инвестировать, и, например, понятно, что там, чтобы стать Дмитрием Черемушкиным или Максимом Петровым, нужно в этой сфере проработать там 10-15 лет, и тогда будет понятно, нам с тобой понятно, о чем говорить. Мы говорим, ребят, вот есть простой путь, знаешь, есть такой принцип, ну, того же самого Марковица, да, то есть управление портфелем, как минимизируется риск, да, то есть кто-то там вообще, как ты сказал, да, впадает в такую, диверсификация всего, диверсификация брокера, диверсификация акций, там, 50-60 акций у него в портфеле находится, да, то есть диверсификация, 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 хотя на самом деле рыночный риск, связанный с волатильностью портфеля там достаточно 10 бумаг в портфеле и в принципе некомпенсируемый рыночный риск ты его убираешь на 98 процентов то есть чтобы оставшиеся сто процентов сделать тебе не нужно покупать из санки 500 все 500 акций которые тут обходит достаточно это сделать там 10-15 бумагами но следить там за 500 компаниями и следить за десятью компаниями гораздо проще поэтому вопрос да вопрос звучит как определить критерий ребалансировки ну то есть когда как часто ее нужно осуществлять смотри для на этом по этому поводу написано кучу научных статей и подходов как ребалансировать портфель есть тайминговые балансировки то есть просто по времени до 1 полгода ты открыл свой терминал и у тебя есть некий баланс допустим 50 на 50 дима услышал на твой взгляд а сейчас твое мнение важно но мы же даже тоже люди пока какие варианты если количество книг которые ты прочитал если ты считаешься согласен со мной что это добавляет легкости и удовольствия в инвестировании потому что как мне кажется да не удовольствие доставляет как правило убыток как правило когда происходит какой-то ахту он полнейший и нужно совершить действия а у людей возникает ступор и как правило действие которое они совершают они совершают обратно противоположное действие которые приводят К ошибкам, которые приводят к убыткам, которые приводят к плечам, и человек потом сидит 2-3, до 5 лет может уйти время, чтобы расхлебать те ошибки, которые он сделал в кризис. Вот чтобы этих ошибок избежать и добавить легкости, да, то есть сказать, ребят, ну, делайте, на мой взгляд, вот это вот оптимально в вашей ситуации. Есть простой подход, самый такой топорный подход, который, в принципе, я думаю, достаточно эффективный. Просто он мне скучен сам по себе, он скучный для меня, я его не применяю, но, блин, если бы я, говорю, работал бы в какой-то профессии, которая не связана с инвестициями, я бы, наверное, им пользовался бы. Это простой способ. Тупо, не знаю, раз квартал, раз полгода, раз год, ну, я не думаю, что раз полгода, самый такой оптимальный, от квартала до полгода, у тебя есть структура портфеля, да, 50% акций, 50, к примеру, или, там, 40 облигаций, 10 золота. Ну, допустим, там, в одном из брокерей, не буду называть, да, у меня это видно в процентажах, он даже пишет, что акции у меня столько процентов, это столько. Что мы делаем? Мы тупо заходим раз в квартал, такой, оп, у меня акции уже не 50, а 55. Так, сколько это 5% от акций, например, миллион рублей, там, я думаю, нужно 50 тысяч продать акции каких-то, да, я могу всех по чуть-чуть продать, чтобы вот эти 50 тысяч вытащить, и беру, докупаю тебе облигации, которые уже у меня есть, я просто их тупо докупаю обратно, в такой пропорции. Все, за квартал я ребалансировку сделал. Это самый простой действительный свой, пока рынок действительно падает, поскольку ты не профессионал, ты не понимаешь, что происходит, да и профессионал не всегда понимает, что происходит, да, и где это все остановится. Ну вот наступило, там, не знаю, квартал заканчивается, январь, февраль, март, все, 31 март закончился, 1 апреля, да, в день дурака ты открываешь терминал, а рынок минус 50, да, и у тебя акции там остались 25%. Ну, значит, ты продаешь облигации, начинаешь выравнивать свой портфель. Простой топорный метод, который реально работает. Поскольку такой способ самый эффективный мне врос кучу, он, надо же нервы пощекотать, я просто смотрю на эту жесть падающую, да, смеюсь, в конвульсиях бьюсь, потом начинаю, когда это все где-то останавливается, да, начинает постепенно, как поезд, который с обрыва летит, я начинаю чуть-чуть действительно продавать золотишко, чуть-чуть продавать облигации, начинаю покупать какие-то отдельные бумаги, которые я лично считаю суперкрутыми, но они почему-то стали дешевыми. Вот так вот я делаю, то есть у меня подход, понимаешь, он искривлен опытом большим, обезображен, я вот начинаю действовать таким способом, потому что мне так комфортно, а людям так не надо действовать, они не знают, какие бумаги суперские, хотя я могу сказать, что не совсем прав, смотри, в 2008 году, в 2008 году, когда наступил глобальный финансовый кризис, когда весь российский рынок ушатали на 78%, я работал в брокерском доме открытия на тот момент, это моя была одна из первых работ, и чтобы ты понимал, вот когда рынок так ушатали, очередь на открытие счетов тогда стояла даже на улице, понимаешь, то есть у тебя очередь была на улицу выходила из брокерского дома. Дим, я это все прекрасно знаю, я работала в открытии, и у нас тоже стояла очередь. Это о чем говорит? О том, что люди, обычные люди, которые, ну, с финансами не особо, они сами понимают, что сейчас, ну, бред творится, что, допустим, тот же Сбербанк по 15 рублей тогда, да, это супер-возможность, и они идут открывать счета, и от 2000 года вспомни, вот буквально еще пару лет назад, да, то же самое же было, у тебя бум инвестиций пошел, рынок грохнулся, да, рынок грохнулся, так народ стал открывать счета бешеными темпами, заводить деньги, у меня куча друзей в 2020 году завели деньги, и скупали падающие акции. Поэтому не надо думать, что они там глупо и не понимают, они все прекрасно понимают, они видят дешевый Сбер, дешевый газ, дешевый лук, и идут и покупают. Ну, здесь тоже столкнулся, там, в 2021 году, это ситуация, когда все падает, привлекательные уровни по Сбербанку, по Газпрому, у меня 4 брокерских счета в России, я ни по одному не могу провести сделку, ну, просто не могу, то есть я не могу зайти ни в личный кабинет, я не могу дозвониться на горячую линию, то есть я вижу эти цены, я вижу, что продают, что маржинколы, что заявки валятся в рынок, их кто-то покупает, но ни я, ни мои клиенты, уединить столько удалось, наверное, там, действительно в этот период купить, когда очень сильно упало. Кстати, что делать в такой ситуации, что по независимым от нас обстоятельствам у нас нет доступа к возможности совершить сделку? Я очень философски отношусь к этому вопросу, смотри, если ты что-то хочешь, но ты сделал все, чтобы это сделать, и это не получилось, значит, тебе это не надо было. Ну, Бог говорит, что не надо тебе этих шальных денег, ты, может, потом сопьешься, скуришься с этих шальных денег и умрешь раньше срока, но лучше не получи их. Еще один вопрос есть, который хотелось бы задать, вопрос звучит, как оценивать текущие активы и принимать инвестиционные решения, вот как ты оцениваешь, что ранее ты сказал, да, то есть у меня есть бумаги, я смотрю на бумагу, я смотрю, что она привлекательная, вот что для тебя является привлекательной ценной бумагой? Давай сделаем это, ну, первое, про российские компании, да, то есть на что ты обращаешь внимание при оценке акций российских компаний. Второе, ну, наверное, наиболее популярные американские компании, которые ты не продаешь, то есть вот какие критерии, как оценить вот это вот хорошо, а вот это вот плохо, вот это вот мне совсем неинтересно, да, вот это я бы посмотрел, а вот это интересно, когда она упадет там на 30-40%. Да, смотри, вообще оценка любой компании, это множество критериев, множество, ты смотришь и так, и сяк, и под разными углами, я могу там трех-четырехчасовую лекцию с примерами, с экселями, да, все это рассчитывать, показывать, но если мы совсем упростим это вот прямо там широкими мазками, такие ключевые моменты при оценке актив, насколько нам интересна акция, я выбираю несколько их. Первое, это всегда лидер рынка, то есть мы берем какой-то сектор, какая компания, допустим, до кризиса была самой мощной, какая компания была самой маржинальной с точки зрения прибыли, то есть она там, не знаю, доминировала, да, на рынке, у нее самая лучшая маржинальность, и она, ты можешь смотреть предыдущие даже кредиты, может, у тебя есть история предыдущих кризисов, как она проходила, то есть хуже стала, лучше, то есть мы берем лидера рынка. Вот я сейчас максимально стараюсь сконцентрироваться просто, первый критерий, если она суперкрутая компания, доминирующая с большим маржинальностью, это первое, это такой критерий, который нам дает первую отсечку, что вот эту можно рассмотреть компанию. Второй момент, да, заключается в том, что какой менеджмент у компании, это очень важный момент, это краеугольный камень всего этого дела. В России это не очень оценивается, потому что у нас более закрытый, на самом деле, более закрытый менеджмент, потому что компании принадлежат либо государству, либо крупным, скажем, олигархам, да, которые там, что хочу, то и ворочу. Так было, сейчас немножко изменилось к лучшему, слава богу, но тем не менее, и это второй момент, Греф, да, вот он, глава Сбербанка, и до него, я даже не помню уже, кто был, то есть человек более открытый, проводил кучу презентаций, очень хороший презентационный материал для инвесторов, четко, понятно, обозначает цели, куда развивается Сбербанк, да, сколько там миллиардов, триллионов уже прибыли они хотят заработать в следующем году, сколько они хотят выплатить дивиденд, то есть у тебя адекватный, открытый менеджмент, который делится с тобой всей информацией. Теперь возьмем магнит, он просто взял и пропал, он просто исчез, с инвесторами не работает, презентации не выпускает, отчеты не выпускает, это black box, то есть это непонятно, и что они там натворят, что угодно, они могут скупать акции, да, сейчас, тихонечко, на кого-то. А потом просто отчет выпустят, а там все супер классно, а они такие, ооо, и цена акций вверх, но мы же все скупили, ребята, да, то есть это такое нечестное поведение будет, если они так сделают. Или там с детским миром тоже не очень хорошо поступили, да, то есть у всех сейчас подойдешь, рус купят, а потом это все переоценка, детский мир должен дороже стоить. То есть корпоративная культура менеджмента, это такой же важный элемент, как и маржинальность бизнеса, его там доминанты и так далее. Возьмем «Газпром», доминирующая компания, да, то есть как Сбербанк, только в газовой сфере, но с точки зрения открытости, общения с инвесторами. Вот я просто тебе пример приведу, в 2018-2019 году я решил пойти на собрание акционеров «Газпрома». Знаешь, куда меня пустили? Никуда меня не пустили. Мне сказали, в фойе сиди и по телевизору смотри. При этом они специально держали нас, обычных таких рядовых акционеров, пока в зал, в центральный зал придут важные люди, чтобы они заняли лучшие места, а уж нас в самом конце, когда уже собрание началось, на проходной держали час на солнце, и потом они запустили. Отношения, понимаешь, отношения как бы к... И это понятно. У «Газпрома» свои там какие-то геополитические цели, у него свои там для государства он работает больше, чем для миноритарных акционеров. Это о многом говорит вообще, а стоит ли инвестировать или не стоит. Долгосрочно пусть такие компании. И так далее. То есть второе, это так классно сыграло, так классно в будущем сыграет на вас, если у вас хороший менеджмент, правильный. Третий момент, наверное, после того, как доминирующая, хорошая корпоративная экскультура, «Новотек», хороший корпоративный открытый менеджмент. Платят дивиденды, акционеров пускают, все, ну, персик. Третий момент, если, куда развиваться компании. Вот очень важный момент, потому что ты можешь купить акции, которые доминирующие, которые хороший менеджмент, но у него все, рынок занят, дальше идти некуда. Как ты определяешь, есть куда дальше к Apple или нет? Конечно. То есть у тебя с Apple чуть сложнее, потому что компания уже разросла до максимума, действительно. Им нужно что-то прорывное делать. Они там сейчас очки представили новые какие-то, но это пока вопрос не скоро. И не факт, что они займут какую-то большую долю и сколько-то заработают. Ну, беру примеры вот прямо из нашей жизни. «Новотек», у него был в свое время «Ямал-СПГ». Акция до «Ямал-СПГ» стоила 600 рублей, после «Ямал-СПГ» – 1200. То есть у тебя просто, ну, включается завод, 15 миллионов тонн «СПГ», у тебя сразу подскакивают финансовые показатели, понятно. Сейчас у «Новотека» «Арктик-СПГ-2» запускается в конце 2023 года. Тоже финансовые показатели дальше, то есть у него новый объем производства. Ну, то есть ты видишь какие-то проекты, которые запускаются. Со «Сбербанком», наверное, сложнее, да. У «Сбербанка» какие-то проекты, которые они там запускали, IT, они мало дают, в точке зрения выручки, мало дают. Но «Сбербанк» за счет чего растет? За счет крупной доли рынка, за счет инфляции. У тебя инфляция рублевая идет, значит, людям надо больше денег, да, у тебя брать кредитов. И просто «Сбер» растет вместе с инфляцией. Ну, у него хорошее там эффективное управление, но он с инфляцией растет. Ты покупаешь «Сбер», тупо вместе с инфляцией будешь так же расти. И даже, скорее всего, может быть быстрее, потому что менеджмент хорошо работает еще. То есть сможет проекты, за счет чего может вырасти компания. Это третий триггер. Вот «Новатака» рассказал за счет. «Сургут-нефтегаз». Ну, тут прямо как бы все очень просто. За счет чего может «Сургут-нефтегаз» вырасти в 2023-2024 годах? Валютная переоценка. Гигантская. Притом за 2022 год они почти все списали, все, что могли списать. Там на 300 миллиардов они списаний сделали. Ну, то есть акционерам в виде дивидендов ничего в 22-м году не отдали. То есть по итогам 22-го года не отдали. Значит, вся, весь вот этот куш может, опять же, давайте, надо понимать, а большевики не дремлют. Весь этот куш, весь этот куш может просто прийти в 23-м, по итогам 23-го года. То есть опять переоценка. Вот эти все деньги обратно вам придут. И ты видишь, за счет чего может вырасти. Но опять же видишь, что тут надо понимать, да, каждую компанию, где у него проекты, в чем он стоит. Ну, да, это опять надо развиваться. То есть это опять такая история, идти вглубь, вглубь, повышать свое знание, свою образованность и оценку. Ну, то есть вот, как минимум, давай возьмем самые-таки базовые критерии. Вот эти критерии предполагают, что ты выберешь. Ну, еще раз повторим, да, доминирующую компанию, например, в банковской инспекторе, там, Сбер, мне она нравится, да? За счет чего он растет? За счет эксплуатации растет? Знаешь, я по Сберу один раз слышал, мне этого хватило достаточно, чтобы начать покупать Сбербанк. Как Герман Оскарович выступал, и он сказал, последнее, что сделает Сбербанк, пойдет на доп.эмиссию. То есть пойдет на размытие доли акционерного капитала, да? То есть тут же начинаешь перекладывать этот посыл, там, не знаю, на другую компанию, да? Синего цвета, который у нас есть, которые, как какие-либо проблемы начинаются, да? Доп.эмиссия, доп.эмиссия, доп.эмиссия. То есть люди считают, что они там вышли на IPO, но количество, ну, то есть на IPO по 12 копеек, то есть после того, сколько уже произошло размытие акционерного капитала, там явно значительно меньше, значительно меньше. Да, и здесь, соответственно, тоже вопрос, как себя ведет, как ведет себя в первую очередь менеджмент по отношению к акционерной стоимости компании. Вот три критерия, которые действительно дают некие такое основание полагать, вот что выбирать. Слушай, ну давай, наверное, еще такой, наверное, заключительный вопрос задам. У тебя сколько детей сейчас? Один-один. У меня пять. С тобой не угнаться, к сожалению. Процесс, как бы ни хотел, пять детей я не рожу за девять месяцев. Нет, за девять месяцев пять детей как раз-то ты можешь получить. Другой вопрос, что это будут разные женщины, но эмираты нахождения. Ладно, это была шутка, чтобы в Крамолу не попасть к моей супруге. Смотри, есть талантливый инвестор, да, и как в свое время там, как его, Тони Робинс обращался, когда он писал книжку вот эту, да, «Деньги мастер игры». Он обратился к самым успешным инвесторам с вопросом, слушайте, ребят, ну вот вы не можете передать свой капитал по наследству. Ну не можете, да. Какие пять советов вы оставите своим детям для того, чтобы они достигли, ну может быть, такого же сопоставимого успеха, как достигли вы? Вот ты своему ребенку, да, то есть какие бы оставил пять советов, пять нравоучений, которые я могу передать своим детям, да, скажу, вот это отдельное. Дмитрия Черемушкина, слушайте, впитывайте, как стать успешным инвестором, как инвестировать спокойно, комфортно и действительно уйти от вот этого состояния, с чего мы начали, да, когда деньги это по сути бумажки, на которые мы обмениваем свое время, если работаем по найму. Ну даже не по найму, а даже по бизнесу. Даже по бизнесу, да. Ну в бизнесе, наверное, в меньшей степени продаешь время, в бизнесе продаешь свои предпринимательские способности, ты покупаешь время других людей и перепродаешь их дороже, упакованные, сублимированные в потребительской ценности своего товара или услуги. Вот так вот я, наверное, сформулирую вопрос, как бы ты на него ответил. То есть все-таки с ребенком, ребенку как, да, дать что там совет? Нет, смотри, советы практически бесполезны этим давать, особенно в младшем возрасте, когда они вообще не занимаются. Нет, не в младшем, они там в 18 лет могут получить письмо счастья, которое будет тобой отправлено. А знаешь, будет поздно уже, к сожалению. Знаешь, я понял и по себе, и по людям, что это же, чтобы человек шел по определенным рельсам, на эти рельсы, да, ты должен человек, соответственно, поставить. Если ты, говорю, даешься ребенку, которому уже 18 лет, и до этого ты ничего не делал, знаешь, типа жил, жил, арбузы кушал там, и косточки. И он плевал в потолок, и он то же самое будет делать. Косточки выплевать в потолок, и 18 лет, и тут ему записка приходит, типа, не плюй в потолок. Он, что, фу, и плюнул в потолок, понимаешь? То есть суть в том, что совет уже поздно давать. То есть их надо в самом начале взращивать нем, четко, понятно. И тут есть несколько критериев, которые я бы, скажем, хотел бы взрастить в ребенке. Межде всего, да, это бережливость. То есть это с самого начала надо, да, чтобы у него не было избытка денег. Чтобы у него не было избытка игрушек, да. Надо, чтобы он все-таки получал некое, что чуть-чуть не хватало. То есть вот этот чуть-чуть не хватало, этот бережливость, да, дает хороший пуш в будущем, да, то есть толчок, чтобы получить. Знаешь, как некоторые, кто в детстве не получил феррари, потом в 40 лет пытаются купить феррари. Это уже чрезмерно. Там пружины, видимо, до такой степени, как сжали, что уже взрослый человек, а все покупает Феррари в 40-50 лет. Ну, опять же, это мое такое ощущение. Мне Феррари не нужно в 40-50 лет. Это игрушка, прям, реально игрушка. Но я так не страдал, видимо, как эти люди. Так сильно по Феррари. То есть нужно давать ему денег, игрушек, ровно столько, чтобы это не было чрезмерно. То есть хватало, но чуть-чуть с небольшим нехваткой. Ну, то есть первое правило – это бережливость. Бережливость. Бережливость, да. Второе, конечно же, образование. Это очень важный момент. Но я не могу сказать, что из них главнее. Мы не будем ранговать, что важнее, что не важнее. Менее важно – это образование. То есть желательно сделать максимально, чтобы ребенок хорошо учился в хорошем заведении. Ну, ты сам говорил, хотел отправить их куда-то в Гарвард или еще куда-то. Но условно хороший, действительно классный университет, хорошая школа. Ну, школа в меньшей степени для меня важна. Университет больше важен. Там действительно создаются и связи, и мир. Можно в другой стране, чтобы он повидал, как в другой стране делается бизнес, как в другой стране, там, не знаю, врач, если он будет, да, или там, баскетболист, не знаю, в Америке поиграл в NBA, да, там, в Европе, где-то еще в России поиграл в NBA. То есть это образование. Качественное, крутое образование. То есть вот 18 лет, если он будет бережливым, с хорошим образованием, видишь, уже шансы сошел косточкой в потолок будет плевать, меньше, да. Третье, да, это обращение с деньгами, конечно же. То есть научить его обращаться с деньгами. То есть уметь сберегать деньги, уметь их правильно тратить, не покупать всякую хрень, потому что, ну, сейчас дай моему ребенку, Темику, там, деньги он там, что он пойдет, купит себе, да. А критерий хрень-не-хрень, как определить? Хрень-не-хрень, ну, насколько действительно это полезные вещи, там, для развития, даже пускай даже для удовольствия, но смотри, когда у тебя, там, не знаю, вот есть один iPhone, да, например, iPhone, ну, или телефон любой хороший, да, это хорошая вещь, она может быть полезной тебе. Он говорит, а я хочу второй iPhone. А зачем тебе второй iPhone? Ну, просто прикольно. Ну, то есть первый критерий хрени – это некий дубляж, то есть чрезмерное потребление. Чрезмерное потребление. То есть, ну это, да, чрезмерное уже потребление. Это уже не нужно тебе. Ну тебе хочется, потому что там у соседей есть это. Вот есть хорошая машина, да? Я знаю просто много людей, которые хорошая машина, но у соседа это лучше. А давай-ка, да, я в кредит залезу и куплю получше. Ну это повсеместно, кстати, в России это очень сильно развито. Не только в России, но во многих странах, да, вот это потреблятство очень сильно развито. Да, то есть вот у него Land Cruiser, а у меня же всего лишь там, не знаю, RAV4. Вот возьму, пойду кредит и куплю себе Land Cruiser, чтобы оказаться в обществе. То есть общество само так создало. Это общество, на самом деле, диктует такое поведение, к сожалению. Вот это надо. Иногда ребенок должен воспитываться, чтобы не идти в ногу с этим обществом, да? Ему наоборот говорить, общество не совсем правильно. Ну, с моей точки зрения, да? Чрезмерное потребление Land Cruiser тебе не нужен. Это уже чрезмерно. То есть вот третье, это обращение с деньгами. Уметь откладывать деньги, чтобы у него была, знаешь, свинья копилочка, там, чтобы он туда денежки на что-то копил. Воспитать копление, а не тратить все, тратить, тратить, тратить. Вот такой третий на критерий. Я думаю, что из третьего, наверное, хотелось бы услышать вот четвертое некие основы инвестиционной деятельности. То есть, во-первых, если откладывать, то сколько бы ты советовал откладывать? Ну, на основе своего опыта, на основе опыта клиентов, да? Нужно сколько откладывать? 5%, 10%, 20%, 50%? То есть сколько нужно откладывать? Проблема, что у ребенка нет стабильного дохода. Ну, знаешь, как некая такая конституция правила игры, правила жизни семьи Черемушкина. То есть вот я, Дмитрий, занимался инвестициями, и я считаю, мой дорогой там ребенок, да, что если ты будешь 10% откладывать на инвестиции, то это будет хорошо, или 50% на инвестиции, или какой-то временной распад, да, что пока ты молодой, откладывай больше. Когда ты становишься старше, долю ты можешь это уменьшить. Это хороший вопрос, но, видишь, я еще не дошел до степени, когда у ребенка стабильно условно 500 рублей в день на карман. Я говорю, так, соточку отложи, 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 да, вон свинья копилка, иди туда. Я дойду до этого, я схожу тебе попозже, знаешь, на практике мне надо пройти этот путь. То есть есть карточка, детская карточка, да, есть копилка, и здесь просто правила, за которыми я слежу, потому что к моему приложению все это привязано. 10% просто самому себе в будущем откладывать. Ну, помимо того, помимо проекта, про который я рассказывал, миллион за восемь, где я сам создаю им капитал. То есть 10%. У меня, допустим, есть просто правило, да, что я баловый доход, который получаю, стандартно 10% на благотворительность, 10% на инвестиции, даже на инвестиции больше, то есть у меня первая идет благотворительность 10%, 5% это обучение, мое личное, вне зависимости от того, сколько мне лет, все равно 5% от дохода на образование, да, то есть это не значит, что только там получить базовое какое-то образование в престижном вузе, да, в дальнейшем тоже нужно учиться и свои навыки развивать, не останавливаться в этом. И, соответственно, 50% на все остальное. Еще есть 10% наградить себя за профит, есть у меня такой отдельный хэштег. То есть здесь... Все раздал. Почему все? 10, 10, 5, 25, и где-то порядка 15, 10-15% на инвестиции. На оставшиеся 50% живу. Ну, то есть это мои правила, да, которые определены, которые бы я вот передавал дальше туда, и которые я стараюсь культивировать там с возраста 8-10 лет в детях. У тебя какие-то такие критерии, может быть, есть, что еще можно было бы сказать там? Если инвестировать, то куда и как? Куда и как? Они не обладают теми знаниями, которыми обладаешь ты на основе своего опыта. А мы сегодня уже проговорили с тобой. Вот если они не обладают, мы отматываем назад недвижимость, акции. Можно 50-50, как говорится, 50 на 50. Вот так вот. Я думаю, это будет более чем достаточно для них. Себе там врачами будут, баскетболистами, не знаю, хоккеистами, которым не до финансов. Супер. Надеюсь, YouTube сохранит этот ролик, и тебе будет проще просто кинуть ссылку им посмотреть. Да. Дима, расскажи немного о себе, что ты можешь дать слушателям, что ты считаешь, может быть, поделиться, какой-либо подарок можешь дать, пригласить куда-то. Что было бы ценно и полезно аудитории получить? Могу пригласить просто на свой канал, посматривать иногда. Это аналитика, я делаю просто профессиональную аналитику по рынку акций, моя профессия. И совершенно for free, бесплатно, каждую неделю делаю по России, делаю по глобальным рынкам. То есть, если вы действительно хотите чуть глубже копнуть, а не просто 50 на 50 и слепо покупать, то можете просто иногда меня послушать. Супер. Вот Максим слушает, и я думаю, его полезно и всем полезно, потому что я этим занимаюсь с утра до вечера, и мне есть что рассказать. Знаешь, тоже тут хочу поделиться своим мнением, что меня успокаивает. То есть, сейчас и в рамках новостного фона, и всего того, что происходит, очень много речи идет о каких-то геополитических проблемах, о сменах мирового порядка, о том, что и в Америке все не очень хорошо, и Китай составляет конкуренцию. Лично для себя я всегда стараюсь помнить первый том «Капитала Маркса», в котором очень круто и классно написано, что политика является настройкой над экономическим базисом. То есть, политики приходят и уходят, монархии сменяются республиками, республики превращаются в империи, империи снова переходят в какую-то там демократию, конституционную монархию. Но в конечном счете, определяющим созданием экономики и того, сколько мы получаем денег, то есть, что мы продаем? Мы продаем ценности, мы продаем комбинацию, в которой объединяются природные ресурсы, человеческие ресурсы, финансовые ресурсы, создаются прибавочные стоимости, и это и есть капитал. Поэтому я лично сейчас смотрю на все эти моменты, в контексте, ну, природные ресурсы же все равно нужны будут, ну, газ же все равно нужен будет, то есть, опять же, те же самые полупроводники все равно нужны будут в будущем, да, и связь все равно нужна будет. И поэтому я очень философски к этому отношусь, и мой ответ, наверное, это увеличение горизонта инвестиций, однозначно сейчас, там, как минимум до 10 лет. Понятно, что кто-то скажет, какие 10 лет, через месяц не знаешь, что произойдет, но мне, как бы, легкости это добавляет. Увеличение горизонта инвестирования, и, знаешь, вот, как неоднократно уже, наверное, был обвинен, да, что все делаю по книжкам, все делаю по науке. Я делюсь своим опытом, да, что в книжках это все было написано, но я же считал, что я умный, я же, там, на острие атаки, я же, там, в этой индустрии, и грех, как бы, в этом больше времени не потратить, больше не разобраться. Но на своей практике я лично увидел то, что все вот эти вот телодвижения, они очень много забирают нервов, очень много забирают нервов, да, то есть вплоть до каких-то панических атак, бессонницы, нервного тика. А говорить о том, что ты прям значительно лучше и эффективнее, чем если использовать какие-то очень простые инструментарии, ну, не приходится. И поэтому, может, в том числе наличие пяти детей и необходимость им уделять достаточное количество времени, вот именно смещает меня в плоскость того, что это пусть написано в книжках, но тем не менее это работает. И даже работает сейчас, да, то, что было написано, там, Додом и Грэмом еще, скоро уже будет сто лет, да, как написано, там, стоимосновое инвестирование, как подходить к вопросам этим, да, Джон Богл с его индексным инвестиром, Рэй Далио с его всесезонным портфелем. То есть, в принципе, применение этих практик действительно позволяет высвободить значительное количество времени для чего-то большего, на обучение, на благотворительность, на филантропию, на развитие собственных детей, создание собственной династии. И просто, если ценно, если полезно, да, вот некую такую обратную связь тоже хотелось бы дать и поделиться с нашими слушателями. Да, кстати, хорошее, я согласен, хорошая философия, если ты действительно долгосрочно все это смотришь и не вдаешься в панику. Потому что я-то больше паникер, чем ты, да, и я такой больше активный, такого что-то надо делать. Потому что ты сократил такую фразу, типа, республики, империи сменяются, империи потом республики. Проблема в том, что когда-то смена идет, чаще всего весь капитал там и остается, понимаешь, там какая-то революция, и там одних стреляют, забирают у них там во Франции, все, знаешь, там вешают Людовика 14-го, там у буржуазии забирают все, что они накопили, там столетиями копили и так далее. То есть вот я из такой области, что опа, да, республика в империю превращается и начинается. Я сразу начинаю, о, что делать, что делать. Ну да, лучше всего исследуйте, что говорит Максим. Это самая лучшая стратегия, да. Ну если уж отнимут, то блин, ну что уж переживать заранее уже, да. Вот как отнимут, то и будете переживать. А так пока лучше, действительно, Богл ты сказал, да, и ребята из Америки, у них просто немножко поспокойнее, в плане того, что у них экономика, да, когда у них в последний раз там что-то такое случилось, по-моему, гражданская война у них была. Это последний раз, когда у них именно на территории США было какое-то там военное движение. То есть уже 150 лет там, ну как бы спокойно. Они все, что делают, это вне, как бы уже территории США. И поэтому там, действительно, создание капитала, самый ключевой момент, это просто не нервничать. Спокойно инвестируешь, покупаешь, покупаешь, и там время делает свое дело. Сложный процент, да, развитие экономики, оно делает тебя богатым. То есть вот ключевой момент. То есть в территории, на которой не происходит каких-то серьезных изменений там геополитических. Вот поэтому, а мы наоборот, у нас последние там десятилетия это постоянные изменения, что происходит на нашей земле. Поэтому нам и стоит страшно из-за этого. Что делать? Что делать? Надо спасать, спасать. Дима, очень хорошее замечание по этому поводу, да, что в России каждые 20 лет постоянно что-то происходит. Мало того, мы сейчас вообще находимся в уникальной ситуации. В Сколково, кстати, по этому поводу очень много там в числе Рубен Варданин говорил, то есть происходит очередное перетекание капитала, да, то есть капитал, который образовался в 90-х годах. Люди, которые в этом участвовали, им сейчас возраст 65-85 лет, да, то есть и это очень большая с одной стороны опасность, потому что их дети не хотят принимать эти заводы, пароходы, да, фабрики, которые получены по большей части, да, именно по большей части. И это вопрос перетока капитала, то есть что с этим совсем делать, да, то есть какие-то внешние управляющие, какие-то профессиональные команды. И я часто, кстати, в своей деятельности с этим сталкиваюсь. Ну, то есть я по этому поводу сейчас говорю следующее. То есть на рубеже нулевых годов развитие технологии интернета привело к тому, что для того, чтобы раньше, например, даже взять там 90-е годы, не такие далекие, для того, чтобы иметь глобально диверсифицированный портфель, тебе необходима была очень мощная инфраструктура, то есть тебе нужно было иметь очень много денег, тебе нужно было иметь фэмили-офисы, тебе должна была обслуживать громаднейшая инфраструктура банкиров, да, которая бы все это, всем этим бы управляла, контролировала, переводила деньги, контроль, инвестировала бы их в какие-то различные страны. И вот эти нулевые годы привело к такому глобальному сдвигу, что развитие интернета фактически сейчас, что бы там ни говорили, при ограничениях, которые есть инфраструктуры, IB работает, да, со сложностями, да, риск блокировки возможно есть, да, как это XSANT, например, сделал, да, ребят, вот вам определенное время выводите свои деньги, мы или активы мы препятствовать не будем, да, но у нас вы их не держите, но тем не менее сейчас инвестировать глобально может человек с капиталом даже там до 20 тысяч долларов, ну то есть 20 тысяч долларов и ты уже можешь делать диверсифицированный портфель, да, он будет индексный, да, он может быть на платформе какого-либо брокера из дружественной страны, но тем не менее ты это делать можешь, как в свое время я тоже читал историю семьи Ротшильдов, то есть каким образом вот сама Майер Ротшильд, основатель этой семьи, то есть каким образом он диверсифицировался, да, то есть у него было 6 сыновей, он этих сыновей разослал в различные топовые страны Европы тогда, да, то есть Германию, в Австро-Венгрии оставил, во Францию отправил, в Париж отправил, в Лондон отправил, и то есть организовали непосредственно свои банкирские дома, причем он им давал деньги и давал им под процент, как не покажется странным, да, то есть он собственным детям давал деньги для того, чтобы основать банк, и эти деньги были взяты под процент, но процент был ниже рыночного, естественно, чем другие люди брали, и второе, они должны были отдавать не только с процентами эти деньги возвращать отцу, но еще делиться информацией, что происходит в политических элитах, что происходит в экономических элитах, как следствие этого было развитие отдельной большой курьерской службы, услугами которой пользовались все императорские дома Европы на тот период, да, то есть и вот таким образом он диверсифицировался уже тогда в 18 веке, даже, да, в 18-19 веке, была диверсификация по различным странам, то есть сейчас выжило там три дома только, да, то есть по-моему французский, а нет, английский, по-французски перестал существовать, в Лондоне точно как бы, и еще какой-то сейчас не помню, но суть в том, что это диверсификация по странам, то с чего мы начали, да, то есть принимите пустынник и думайте о диверсификации различной классы активов различной страны, это тоже хорошая история, которую не стоит забывать и заблуждение считать, что сейчас невозможно провести глобальную диверсификацию, это стало гораздо сложнее со всеми вытекающими рисками, но невозможно, да, то есть это тоже стоит учитывать в настоящий момент, если мы опять говорим, что придут большевики, будет что-то новое, то эти риски можно защитить путем глобальной диверсификации, потому что если у тебя недвижимость куплена где-нибудь в Эмиратах или в Индонезии с правильным юридическим оформлением, ну, по крайней мере, ты, может, и в какой-то степени застрахован. Да, все четко, согласен. Спасибо большое за это общение, думаю, не последний раз давай обмениваться мнениями, было очень интересно. Ребята, обязательно оставляйте комментарии под данным видео, понравилось, не понравилось, какие вы считаете нужные вопросы, еще, может быть, задать Дмитрию, вы хотели бы задать, да, и мы обязательно или проведем еще одну встречу, или, соответственно, передадим Дмитрию, который эти вопросы осветит на своем канале, проходите обязательно по ссылочке, она будет, подписывайтесь на канал Дмитрия, я сам подписан, слежу, смотрю, ну, наверное, в меньшей степени он у тебя такой, больше новостной какой-то, да, то есть, по актуальной информации, что сейчас, вот, если какие-то там отборные новости посмотреть, посмотреть, как выбирают ценные бумаги, там можно подчеркнуть много полезных вещей. В общем, спасибо, что пригласил, да, еще раз. Все, удачи тогда, пока-пока. Да, всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok